Добрый день, уважаемые друзья! Мы продолжаем цикл видео-интервью, посвященном теме Азербайджана и противостоянии Республики Азербайджан и Республики Армения. И сегодняшним нашим гостем является политический обозреватель президентского пула, внештатный советник Республики Азербайджан Азер Хасред. Добрый день, Азер Муарим! Добрый день! Азер Муарим, первый такой вопрос. Армянская сторона не разъявляла, что в случае начала боевых действий вооруженные силы Республики Азербайджан не выполнят поставленные задачи и понесут потери. Как вы можете прокомментировать такие заявления? Армяне могут заявить обо всем, о чем им вздумается, но сила и мощь азербайджанской армии уже известна и армянской стороне тоже. Поэтому они просто так играют с общественным мнением. То есть это все рассчитано на внутреннюю аудиторию Армении. То есть армянские власти хотят доказать или показать своим людям, своему народу, что они сильнее Азербайджана. Но факт есть факт. Азербайджан имеет самую сильную армию на Южном Кавказе. Естественно, и живая сила Азербайджана намного превосходит армянскую живую силу. И военная техника, и обученность Азербайджанской армии. Все это превосходит. Плюс к тому, материально-финансовые возможности Азербайджана намного превышают армянские. Поэтому если Армения твердит, что якобы Азербайджан унесет какие-то большие потери, если начнутся военные действия, это чушь просто. Понятно. Недавно министр обороны Азербайджана Закиргасанов заявил о том, что официальный Баку может закупить новое вооружение из Турции. О каком именно вооружении идет речь и что этому может противопоставить Армения? Вообще-то, знаете, Турция в свое время и сейчас является гарантом Азербайджана. Потому что у нас очень братские такие узы, деревние, исторические. И мы все привыкли слышать, что и президент Азербайджана, и президент Турции всегда говорят, что два государства – единая нация. Поэтому, что будем покупать у Турции или что они нам предложат или даже подарят – это в деталях обычно мы не разбираемся. Потому что, естественно, с Турцией у нас очень хорошие отношения. Поэтому Азербайджан может закупить всякое оружие у Турции и при этом может не заявлять об этом. Но есть некоторые моменты, о которых заявляют наши стороны и Турция, и Азербайджан. А так, я думаю, что у Турции и у Азербайджана очень глубоко идущие военно-сотруднические корни. То есть наши военные с турецкими военными, они как бы воедино. Но, естественно, это все для мирных целых, потому что и Турция, и Азербайджан не намерены, не собираются оккупировать чью-то территорию. Или ни у Азербайджана, ни у Турции нет территориальных претензий к другим государствам, как у Армении. Все это есть, понимаете, и к Турции, и к Азербайджану Армения как бы вот имеет претензии, территориальные претензии. То есть часть Турции, часть Азербайджана должна присоединиться к Армении. Даже в это время и Армения имеет претензии к Грузии. То есть ко всем примерно своим соседям. Армения всегда говорит и надеется на то, что в случае эскалации на Горно-Карабабахского конфликта ей придет на помощь Россия. А надеется ли Азербайджан на то, что ей придет на помощь Турция, Израиль, Пакистан и другие страны? Но дело в том, что, во-первых, Азербайджан не желает военного решения проблемы. Азербайджан старается изо всех сил решить проблему именно мирными путями и способами. При этом Азербайджан воспринимает Россию как своего стратегического партнера. Естественно, Азербайджан считает, что мы не отталкиваемся от России, как это делает Грузия. Это наш регион, Южный Кавказ. Россия наш большой сосед. И нам, России, некуда идти отсюда. То есть мы будем соседствовать долго и вечно. Поэтому Азербайджан считает, что в разрешении подобных конфликтов Россия может и должна иметь решающую роль. То есть играть такую роль. Поэтому Азербайджан не как-то противопоставит Турцию с Россией, Патистан с Россией, чтобы вот Турция, Патистан с нашей стороны, а так Россия с армянской. Такого нет и не будет. То есть Азербайджан о таком даже не думает. Мы просто хотим, чтобы Россия, как вот медиатор, смогла играть здесь решающую роль и объяснила Армении, что пора уйти из оккупированных земель. Тогда, естественно, общественное мнение в Азербайджане будет за Россию. А сейчас, так как российские военные находятся в Армении, и Армения постоянно твердит, что якобы Россия стоит за Арменией, поэтому некоторое число или количество людей в Азербайджане думает, что Россия против нас. Но дело в том, что мы считаем, что Россия не против. Россия просто должна играть роль Аксакала, восточного Аксакала. То есть мы, восточное общество, поэтому считаем со словом Аксакала. Вот в этом вопросе мы видим Россию в роли Аксакала. Мы ждем от России решающую роль в разрешении этого конфликта. Азербайджан, вы, наверное, знаете, что недавно Турция на севере Ирака начала новую военную рацию против рабочей партии Курдистана. И в случае, если курдские вооруженные формирования будут отступать в Армению, предпримет ли Турция попытку организовать военные действия, военную операцию, или, как называется в Турции, операция контртеррористическая в Армении? Ну, дело в том, что Турция вообще-то во всем Ближнем Востоке и близлежащих территориях воюет против террористов и подобных, как вот, Курдской рабочей партии. И, естественно, куда бы они ни пошли, Турция будет следить за ними. В тех местах, где возможны военные действия, Турция этим пользуется. Это вот север Ирака и часть территории Сирии. Естественно, если они переберутся в Армению, и они будут там как-то создавать проблемы для турецкой государственности, естественно, Турция будет, наверное, думать и в военном вмещательстве тоже. Потому что, имея в соседстве такую террористическую организацию или там государство, поддерживающее террор, Турция не может быть небезразличной. Поэтому, если вдруг эти террористы переберутся в Армению, и они оттуда начнут создавать проблемы для Турции, естественно, Турции придется. Просто Турция будет вынуждена как бы пойти на нее. Вот это именно и происходит в Сирии. То есть Турция не хотела вмешиваться во внутренние дела Сирии. Просто так получилось, что эти внутренние так называемые силы в Сирии начали создавать проблемы для Турции. Поэтому Турция там находится. Или в Северном Ираке, Курдистане. Они тоже вот создают оттуда проблемы для Турции. Поэтому в Турции приходится вмешиваться. А так, если эти вот даже террористы ПКК переберутся в Армению, и они будут там сидеть спокойно и не создавать проблемы для Турции, естественно, в таком случае Турция вряд ли вмешается во внутренние дела Армении. Следующий вопрос связан с тем, что Азербайджан довольно часто заявляет Армению о возможном начале освободительной операции в Нагорном Карабахе. Однако всякий раз сроки начала этой операции раскладываются. Что мешает или что должно произойти, чтобы такая операция началась в ближайшее время? Ну, дело в том, что вот я ранее сказал об этом, Азербайджан предпочитает мирные способы разрешения конфликта. Азербайджан надеется на ведущую роль этих, так называемых, сопредседателей минской группы ОБСЕ, включая Россию, Францию и, естественно, Соединенные Штаты. То есть Азербайджан думает и так воспринимает, что не все пути мирного разрешения конфликта исцекли. Поэтому Азербайджан не берется за силу. А так, если вдруг придется, что получится, что именно мирные способы исчерпаны, и Армения не хочет уйти из оккупированных территорий, каждый азербайджанец, включая и меня, не будет бояться погибнуть за свою родину. То есть мы все возьмемся за оружие. Это понятно всем. И Армении понятно. Но пока есть возможности мирного разрешения конфликта, Азербайджан не спешит взяться за оружие. То есть любой мир лучше любой войны. Во всех случаях. Поэтому мы не хотим убивать. Мы не хотим сами погибать. Мы во всех армянах врагов не видим. Это азербайджанцы всегда везде говорят. Не все армяне наши враги. Наши враги именно те, кто оккупировал наши территории, выгнал оттуда наших соотечественников и до сих пор держат под оккупацией наши территории. Если они уйдут из наших территорий, наши сородичи вернутся в свои дома, мы опять будем мирно сосуществовать вместе с армянами, включая нагорно-карабахских армян, граждан Азербайджанской республики. Не так давно в сети интернет проскользнула информация о том, что в Армению возобновились нелегальные поставки оружия через территорию Сербии. И в данном случае всплывает имя такого сербского оружейного оборона Слободана Тэшича. Он человек довольно известный, приближенный к президенту Сербии, Александру Тэшичу. Насколько вероятно то, что в случае подтверждения нелегальных поставок оружия в Армению через территорию Сербии могут испортиться отношения между Азербайджаном и Белградом? Ну, знаете, с Сербией у нас очень хорошие отношения на высоком уровне. Президент Азербайджана побывал в Сербии, президент Сербии тоже побывал в Азербайджане. При этом Азербайджан наряду с Россией не признает независимость Косово. Это очень важный момент в наших отношениях. Поэтому сербское государство против Азербайджана, я не думаю, будет выступать. Могут какие-то там силы, какие-то там, не знаю, деятели выступать против Азербайджана или там поставлять оружие в Армению. Но это мизерное будет, потому что у Армении, во-первых, огромных денег нету, чтобы купить нормальное оружие. И, во-вторых, никто не рискнет как бы продавать Армении там, не знаю, за кредиты или за что-то огромное количество вооруженных вооружений. Поэтому у Азербайджана всегда возможностей намного больше. Азербайджан покупает и у России оружие, из Израиля мы покупаем оружие, из других стран, из Украины, из других стран мы покупаем. То есть у Азербайджана все это делают открыто, без секретов. Потому что Азербайджан платит своими же деньгами, не за кредит. Покупает, как это делает Армения. Допустим, Россия выделяет кредит 200 миллионов долларов Армении, и потом Армения за эти деньги покупает старое вооружение России. Азербайджан так не делает. Азербайджан за свои же деньги покупает модернизированное такое, самое новейшее вооружение из России, из других стран. Поэтому если в Сербии кто-то задумался, там не знаю, чем-то как бы содействовать Армении, там подставить какое-то вооружение, это, думаю, будет, наверное, как бы сербы хотят распродавать свое старое что-то там, что ни к чему не годится для нынешних ситуаций. Поэтому могут быть такие возможности. А так отношения между Азербайджаном и Сербией не испортятся, потому что у нас действительно очень хорошие на высоком уровне отношения. Примерно месяца два назад Ереван с официальным визитом посетил король Иордании, а был второй по приглашению премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Возможно ли утверждать о том, что Иордания может внести свой вклад в попытку регулирования на горном Карабахского конфликта? Ну и Иордания не такая уж такая влиятельная страна, чтобы как бы вот содействовать разрешению конфликта, потому что, я как ранее выразился, в этом вопросе ключевую роль играет Россия. Потому что без России этот конфликт никогда не закончится. Потому что если Россия не вмешается, эти две страны не найдут общий язык. Соединенные Штаты Америки – это глобальная сила, но они этот конфликт не разрешат. Франция или Европейский Союз – они тоже не смогут, потому что Россия рядом, Россия вместе с нами. Мы долгое время были в одной стране, то есть частью одной большой страны Советского Союза. Поэтому мы можем понимать друг друга, найти общий язык, найти именно вот те точки прикосновения, которые могут привести к разрешению конфликта. Поэтому Иордания тут не думает, что может чего-то там изменить или иметь решительную роль в разрешении конфликта. Может Иордания поддерживать как бы гуманитарно. И Азербайджан, и Армению. Или там может созвать какую-то конференцию, там собрать сторон из Армении, из Азербайджана, и там обсуждать. А так решительного такого не будет. И Иордания в этом вопросе не ключевая страна. Недавно американский военный эксперт Стивен Бланк в одной из своих статей, посвященных роли Ирана в Южном Кавказе, сообщил, что Тегеран в последнее время активизировал свою политику относительно признания Нагорного Карабаха исключительно азербайджанской территорией. Данное утверждение подтверждает также бывший сотрудник Госдепа США, наш с вами общий знакомый, Пол Гобл. Поэтому вполне логичный вопрос о том, какую сторону примет Иран в случае возобновления Нагорного Карабаха. Ну и у Ирана всегда была двоякая такая политика по отношению к нам и к Армении. То есть, с одной стороны, они нас называют мусульманскими братьями и нас якобы поддерживают. Все это твердят все время, везде. А так вот с Арменией, то есть у них очень хорошие отношения. Мы понимаем, Иран хочет иметь нормальные отношения со всеми своими соседями, включая и Армению, и Азербайджан. Пусть это будет так. А так насчет признания Нагорного Карабаха я не думаю, что Иран на такое может пойти, потому что, во-первых, половина населения Ирана чуть ли не азербайджанцы. То есть, чуть ли не половина. Азербайджанцы. Естественно, эти азербайджанцы не воспримут такое, чтобы Иран признал часть территории Азербайджана как суверенное государство. Это, во-первых, не произойдет. Во-вторых, если даже Иран намекнет на такое, тогда поднимется вопрос исламского сотрудничества. Потому что Иран твердит обычно, что мы мусульманские братья. Если мусульманин, один мусульманин берет сторону оккупанта или человека, или страны, которая ущемляет права другого мусульманина, это уже не мусульманин. Поэтому у Ирана выбор небольшой. А так, признание Нагорного Карабаха вообще никто не признал Нагорный Карабах. И никто не собирается признать Нагорный Карабах. И другой тут вопрос. Азербайджан ведет себя очень умеренно в этом вопросе. Азербайджан дает всему миру знать, что, имея возможности применить силу, этого не делает для того, чтобы найти именно мирный способ разрешения конфликта. При этом Азербайджан учитывает российский фактор. То есть мы можем вот сетовать на Грузию. Вы помните, да, в 2008 году какие-то события были. То есть Азербайджан с огнем не играет и не любит играть. Азербайджан понимает, что в нашем регионе главная сила, самая важнейшая сила – это Россия. Мы, как страна, хотим и понимаем, что надо сосуществовать вместе, рядом с Россией. Никто никуда не уйдет. Ни Азербайджан, ни Россия. Поэтому Азербайджан учитывает роль России в разрешении этого конфликта. А так Иран тоже хочет какую-то роль играть, но получается, что у Ирана таких возможностей нет. Почему? Потому что, с одной стороны, они называют себя мусульманами, мусульманскими братьями. С другой стороны, открывают форточку для Армении, чтобы они не задыхались. Поэтому общественное мнение в Азербайджане говорит, понимает и воспринимает это так, что Иран – это на словах мусульманские братья. То есть они играют свою игру, которая не в пользу Азербайджана. Лишь потому, что мы завели речь об Иране. Вы, наверное, помните историю уголовного дела зижижагаджанской активистки Халиды Халиды, которая была, по-моему, в 2003 году задержана в Тибирисе за сотрудничество одним из активистов Тибириса Мухаммеда Махтама Рашиди. И также у всех еще до сих пор на слуху недавние события в городе Ганджей, где также был выявлен иранский след. В этой связи имеются ли у Ирана рычаги воздействия на Азербайджан в случае каких-либо волнений на линии соприкосновения Армении и Азербайджану? Ну, в случае с этой женщиной в Иране, это я помню, мы ее поддержали в то время, потому что она действительно могла пасть как бы вот ни за что. Поэтому затем отпустили ее, она сейчас вернулась в Азербайджан и работает, живет, как бы здоровее. А насчет вот генджинских событий, я помню, это недалекая такая история, действительно Иран там хотел как бы показать свои зубы азербайджанскому общественному мнению. Генджа знает, это является как бы одной из шиитских центров в Азербайджане. Большинство мусульман Азербайджана это шииты, где-то 60, может 65 процентов шиитские мусульмане. И, естественно, Иран пользуется этим фактором. То есть Иран в Конституции своей написал, что государственной религией Ирана является ислам-шиитского направления. Это в Конституции написано. Поэтому Иран как бы вот пользуется тем, что в Азербайджане, в Азербайджанской республике, я имею в виду, большинство населения это шииты. Поэтому они время от времени как бы стараются показать свои зубы, но власть Азербайджана и государство азербайджанское показывает, дает им достойный отпор. Это было и в Гендже, после генджинских событий. Азербайджане как бы отпустили их, чтобы они показали себя, они показали, и потом получили достойный отпор. Это были во время нордаранских событий, когда проиранские силы там стояли даже с оружием в руках против азербайджанских полицейских. В этом городе, поселке Азербайджан показал, дал им отпор, что Ирану дал понять, что их слово здесь не пройдет. Потом еще я помню случай, когда иранские корабли атаковали наши азербайджанские в Каспийском море, и тогда турецкие военные истребители перелетели. Над ними показали, что Азербайджан здесь не один. То есть таких случаев в нашей истории достаточно. Поэтому, если даже Иран старается что-то делать, как бы остаться на плаву в общественном мнении Азербайджана, все равно и государство, и здоровая часть общественного мнения Азербайджана за своим государством, за Азербайджанские республики. То есть мы, большинство граждан Азербайджана, во-первых, не фанатики, мы светское государство, и все граждане Азербайджана, кроме некоторых там сил, этому верят, и этому как бы вот придерживаются. Поэтому Иран хочет показать себя, что я есть здесь, но государство азербайджанское, большинство народа Азербайджана здесь показывает, что мы светское государство. Поэтому Азербайджан, в отличие от Армении, не мононациональное государство. В Альмении 98% населения это армяне. Понимаете? А в Азербайджане кто? Азербайджане, азербайджанцы тюркского происхождения, плюс национальные и этнические меньшинства. Самая большая русская диаспора в Южном Кавказе, это в Азербайджане. Около 200 тысяч русских здесь живут, и у них никогда никаких вопросов не возникает. Потому что они свободно общаются с людьми, свободно ходят, куда бы ни попало. И в парламенте есть представитель русской общины. То есть у них не возникают никакие проблемы. Почему? Потому что Азербайджан действительно многонациональное, светское государство. Всем живется здесь одинаково. Если есть проблемы, проблемы у всех. Это, во-первых, Нагорный Карабах и оккупированные территории все наши. Это у всех одна проблема. Если есть экономические какие-то вопросы, возникают, это не для того, чтобы человек принадлежит какому-то этническому меньшинству или там национальному меньшинству. То есть у всех одинаковые проблемы. А так, чтобы по этническим признакам у нас проблем не бывает, и мы, граждане Азербайджана, которые вот идем как бы во главе общественного мнения, никому не дадим создавать создание, создавать такие проблемы в Азербайджане. У нас есть гражданин Азербайджана с паспортом. Если гражданин, это все. Русский, азербайджанец, татарин, лизгин, не знаю, Аварис, Талыш, кто бы угодно. Но гражданин Азербайджана этим все закрывается. 19 июня этого года под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы самопровозглашенной республики Раика Ратюняна в Ереване состоялось совместное заседание Совета безопасности Армении и Карабаха. В ходе данного заседания участники приняли решение о том, что без полноценного участия властей самопровозглашенной республики не может быть существенного прогресса в переговорном процессе. Какова на этот счет позиция официального Бакуа? Баку неоднократно заявляла, что у конфликта две стороны. Это оккупант Армения и, естественно, Азербайджан, территории, которые оккупированы. Азербайджан, если Армения действительно хочет, чтобы население Нагорного Карабаха само определило свою судьбу, тогда Армения должна оставить азербайджанские земли, уйти с концами из всех азербайджанских территорий. Там будут остаться армяне Нагорного Карабаха. Пусть останутся. Если им хочется переговоры с азербайджанскими властями, власти Азербайджана на это всегда готовы. Почему? Потому что это наши граждане, армянское население Азербайджана. То есть азербайджанские власти их не отвергают. Никогда государство наше не отвергало их. Поэтому Армения должна уйти с концами из азербайджанских территорий. Армянские вооруженные силы должны уйти. А так останутся армяне Нагорного Карабаха. Да, власти Азербайджана тогда могут найти возможности с ними переговорить. А так мы не можем переговорить, как власть Азербайджана государства не может переговорить с армяне, потому что они не свободны в своем волеизъявлении. То есть они тоже под оккупацией соседней страны. Нагорный Карабах и те близлежащие районы все они находятся под контролем армянских вооруженных сил. Это армии Армянской Республики. То есть это не какие-то там самоправосглашенные или что-то вроде того. Это армия Армянской Республики. Поэтому азербайджанские власти не могут пригласить Нагорно-Карабахских армян за переговоры. Если в таком случае армяне Нагорного Карабаха хотят с кем-то переговорить, то в этом случае есть азербайджанская община Нагорного Карабаха. Они могут инициировать переговоры, не знаю, там какие-то отношения с этой организацией, то есть представителями общины азербайджанцев Нагорного Карабаха могут, не знаю, в третьей какой-то стране, в Тибилисе или в России где-то угодно, могут сесть за стол переговоров, то есть они этого могут делать, а так сейчас в данный момент государство Азербайджан не может сесть за одним столом с Нагорно-Карабахскими армянами, почему? Потому что они не свободны в своем волеизъявлении, они находятся под оккупацией Армении и Армения пока не уйдет из этих территорий, власти Азербайджана естественно не смогут с ними договориться или там вести какие-то переговоры. Примерно два года назад в Баку была создана так называемая платформа мира между Арменией и Азербайджаном, насколько я знаю, до недавнего времени ее возглавляла Диляра Эфендиева, по-моему, да, в данную руководство данной платформы также входили, насколько я знаю, вы и Мунт Мерзаев, также я был приглашен в качестве эксперта. Насколько вероятно то, что сейчас деятельность данной платформы актуальна и может быть в ходе деятельности данной платформы принять какие-либо существенные решения, которые могут повлиять на ход конфликта? Эта платформа, я тоже правильно отметил, я тоже участвовал там, и эта платформа показала азербайджанскому общественному мнению, что не все армяне поддерживают оккупационную политику Армянской Республики. То есть там были участвовали армяне, которые признавали территориальную целостность Азербайджанской Республики, они признавали Нагорный Карабах за Азербайджаном, они признавали то, что армяне могут жить в мире и согласии с азербайджанцами в Азербайджанской Республике. То есть они это доказали, показали всему миру, что вот армяне воспринимаем Азербайджан как есть, уважаем территориальную целостность, конституцию страны, поэтому у нас не возникают проблемы. То есть этим они хотели своим армянским собратьям как бы делать призыв, что вот пожалуйста признавайте Азербайджан целостностью и поэтому потом будете жить нормально. Но в Армении действительно есть некоторая часть населения, которая действительно очень устала от этой войны, от этой оккупационной политики. Они хотят раскрыться миру, то есть они хотят выйти в Турцию, в Азербайджан, как бы пойти куда угодно, чтобы им было легче жить. Но власти Армении, официальная политика Еревана не дает своим же гражданам, жить нормально. Если бы открылись границы, если бы Армения решила вопрос от этих территорий, то есть ушла бы отсюда и выставляла бы претензии против Турции и Грузии, нормально жили бы армяне. Я всегда говорю, если бы не этот конфликт, наверное, во главе Сокар в Баку стоял бы какой-то армянин. Понимаете, что это означает? Это были случаи в Азербайджане, когда в достаточно высоких таких государственных должностях работали армяне. В Османской Турции тоже были достаточно много армян, которые стояли очень высоко. И власти Османской империи доверяли этим людям. А сейчас что получается? Получается, что и Турция, и Азербайджан закрыли границы, то есть не имеют никаких официальных отношений, и они там задыхаются. Задыхается кто? Простой армянин задыхается, понимаете? Простой армянин, который ни в чем не виноват, который не хочет никаких территорий оккупировать. Он просто хочет жить как нормальный человек. Он хочет дружить с азербайджанцами, с тюрками, со всеми, кто есть рядом. То есть вот такие армяне очень страдают от этих конфликтных ситуаций, поэтому общественное мнение Азербайджана и власти Азербайджана стараются мирными способами доказать армянским властям, что надо, пора кончать все эти конфликты, сосуществовать мирно. Вот эта платформа мира тоже служила этому. Но к сожалению получилось так, что власти Армении нехорошо воспринимали это, то есть они назвали этих армян предателями, чем угодно, поэтому дальше не продвигались эти идеи. А так у Азербайджана всегда есть возможности, остается наша дверь открыта для всех, тех, кто с миром придет к нам. сейчас эта платформа мира между Арменией и Азербайджаном до сих пор функционирует? Ну, не так уж активно, потому что действительно это в свое время немножко активно начали, потом немножко пошли дальше, а так сейчас я лично не помню последнее время, может это с коронавирусом тоже связано, может быть до того тоже не было такой активности, поэтому можно говорить, что пока эта платформа не приносит плоды свои. Вот вы в принципе отметили то, что в данное время в республике Азербайджан большую проблему, как и во всем мире, представляют пандемию коронавируса, и это вот такой вопрос, сможет ли пандемия COVID-19 стать поводом для эскалации на горно-карабабаховском конфликте? Нет, поводом эскалации не станет, я думаю, что Азербайджан во-первых не воспользует такой ситуации, потому что несмотря на то, что Армения является оккупантом страной, Азербайджан не будет пользоваться таким случаем, чтобы напасть или оттолкнуть их от этих территорий, а так у Армении возникнут очень огромные проблемы, потому что, во-первых, в сравнении с Азербайджаном, естественно, экономича Армения не в силах поддерживать долгое время свое население в таком случае. У Азербайджана имеются ресурсы, достаточно огромные деньги имеются в нефтяном фонде и другие ресурсы у нас достаточно, и потом у нас проблем нету со своими другими соседями, с Ираном, с Россией, Грузией, или там Турцией, другими странами в регионе, а у Армении границы закрыты, проблемы со всеми, поэтому если пандемия так продолжится, армяне просто начнут на улицах умирать, просто вот с голоду, не знаю, не только с пандемией это болезни, просто с голоду начнут умирать, потому что у армянского государства нет достаточно ресурсов поддерживать свое население долгое время в таком состоянии. Плюс некоторое время назад я озвучал такую идею, что в начале 90-х годов, когда Армения оккупировала азербайджанские территории, они радовались, думали, что вот мы победили, у нас территории расширились, а тогда действительно у Армении была поддержка и сила, и азербайджанское государство не было в таком состоянии, чтобы даже себя защищать, не имелись деньги, ресурсы, разногласия во власти, всякое там в общественном мнении даже разногласия были, даже вот русские некоторые оставили Азербайджан, ушли, думали, что здесь возникнут такие-то националистические идеи, поэтому им не живется здесь, но, конечно, некоторые из них вернулись потом назад и сейчас приезжают в Азербайджан без проблем, то есть вот в тех годах, 90-х, Армения действительно была сильнее Азербайджана, а сейчас ситуация изменилась, у Армении нет экономических ресурсов, нет людских ресурсов, границы закрыты, а у Азербайджана в сравнении с Арменией очень огромные ресурсы, население Азербайджана более 10 миллионов, это больше, чем 3 раза, чем у Армении, и потом о деньгах, о финансовых возможностях Азербайджана с Арменией сравнить вообще невозможно, и армия у нас такая очень мощная на Южном Кавказе, действительно во всем мире, как бы вот учитывая контуры Азербайджанского государства, там географию, там не знаю экономические силы, действительно очень хорошая армия, такая оснащенная Армения, армия конечно в сравнении с Арменией, очень огромные возможности, поэтому эскалация военных сил будет в пользу Азербайджана, но все-таки Азербайджан в таком случае не будет пользоваться ситуацией, связанной с пандемией, поэтому Азербайджан сейчас наверное если Армения захочет даже будет готов помогать Армении в случае если Армения уйдет из оккупированных территорий, если Армения будет готова сотрудничать и работать в нормальных условиях с Азербайджаном, я уверен, что через год может быть Азербайджан начнет как бы поставлять гуманитарную помощь Армении, армянам и они как бы не будут умирать с голоду, с пандемией, не знаю, с чего-то извиняюсь, то есть у Азербайджана возможностей много и Армении следует использовать эти возможности для сохранения армянской нации во всем мире, это Армения маленькая страна, азербайджанцы здесь нас 10 миллионов всего населения Азербайджанской республики, не знаю, там 30-40 миллионов в Иране, в Турции, в Средней Азии, то есть везде по всему тюркскому миру азербайджанцев предостаточно, а армян во всем мире всего 7 миллионов и около 3 миллионов проживает в Армении, то есть у них просто людских ресурсов не хватит для того, чтобы как бы продлить свое существование, поэтому для них самый лучший выход из всех ситуаций это найти общий язык с Азербайджаном и Турцией, прийти к согласию, уйти из оккупированных азербайджанских территорий, отказаться от территориальных претензий к своим соседям Турции, Азербайджану и Грузии и жить под одним небом спокойно, свободно и мирно. В таком случае Азербайджан будет помогать Армении. Вы знаете, наверное, уже около 30 стран мира в данный момент получили гуманитальную помощь Азербайджана в связи с пандемией коронавируса. И Азербайджан поддерживает Всемирную организацию здравоохранения, 10 миллионов долларов, 5 миллионов долларов Азербайджан выделил деньги на эту организацию. То есть у нас могут быть такие возможности выделены и для Армении, если они это поймут. В данное время в какой мере сейчас Азербайджан готов к началу военных действий? Азербайджан если завтра начнется как бы военные действия вся армия Азербайджана готовит. То есть каждый день азербайджанская армия живет в условиях войны. То есть они наши солдаты наша живая сила не забыла о том что наши территории находятся под оккупацией перед нами стоит враг оккупант. Поэтому если завтра же начнутся военные действия у азербайджанской армии вопросов не будут. Наш главнокомандующий президент Азербайджанской республики Илхам Алиев неоднократно заявлял и вчера тоже заявлял что мы каждую секунду готовы отвоевать обратно своей земли. Мы просто не хотим военным путем этот вопрос решить. А если вздумается Армении как бы пойти дальше и военным путем как бы доказать свою силу это обернется трагедией не только для Нагорного Карабаха и близлежащих там оккупированных земель и для Армении самой. Потому что сейчас даже Ереван находится под наблюдением Азербайджана с Нахчеванской стороны. То есть все основные дороги Армении лежащие к Азербайджану внутри самой Армении находятся под наблюдением азербайджанских военных. Они не смогут даже перебросить свои военные силы из Еревана в Нагорный Карабах. Потому что над их головами стоят азербайджанские военные. Над ними всегда висит азербайджанские военные. Поэтому сейчас если война начнется или там если Армения задумает а провоцирует какие-то военные действия у Азербайджана вопросов не будут. Азербайджанские и население и военные силы Азербайджана все время готовы защитить свои земли. И финальный вопрос не связан с тем нашей дискуссии. Возможно ли в ближайшем будущем организовать мою визиту в Баку для последующей работы в том числе в плане информационном. Я бы в принципе вы знаете что два года назад я был в Баку и мы с вами виделись и сейчас у меня имеется больше возможности помогать официальному Баку в том числе в плане информационном и воинополитическом. Насколько это возможно организовать все? Ну от имени официального Баку не могу говорить конечно не имею официальной позиции а так сейчас в связи с пандемией границы закрыты и конечно к сожалению гостей не принимаем как говорится гостеприимный народ но к сожалению закрылись границы поэтому невозможно будет пока говорить о таком вещи а так мы всегда будем рады видеть вас в Баку в Азербайджане это Азербайджан вообще такая страда что вот кому бы хочется пусть приезжают пусть нас видят здесь пусть с нами побудут потому что мы никогда не думали не вздумали чтобы закрыть границы как бы изолироваться от всего мира чтобы нас никто не видел мы ни с кем не общались Азербайджан не такая страна поэтому будем рады видеть вас в Баку конечно я уверен что появится возможность и откроется наши границы может скоро откроется но исходя из ситуации мы пригласим вас наверное в Баку да я буду этому рад в Иране мире я этого жду уже мое сердце всегда с Баку с Баку с МГАЭТом где я родился Азербайджан большое вам спасибо за довольно интересную содержательную беседу я сегодня же опубликую наше интервью интервью будет опубликовано наверняка в Азербайджанской прессе но интерес будет также со стороны ряда обозревателей Ближнего Востока и со стороны России большое вам спасибо спасибо вам думаю интересная у нас интересная беседа была я уверен что мы нашли возможность как бы проявить свет на все ваши вопросы которые действительно интересуют нашу публику да конечно вы правы большое вам спасибо 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 до свидания